Добрый вечер! Семинар, присвященный теме профилактики вытворчивого травматизма, завсюди проходить в поширенном составе. На него запрашаются техничные инспекторы, специалисты по охове праце, старшины профсоюзных комитетов, предприятий и организаций из всей области. Главная задача для всех присутствующих на 2016 год – повышение эффективности контроля за захованием вытворчивой дисциплины. Как свечет статистика, в результате сумместной профилактической работы за последние пять лет в регионе отрималось снизить огромную количество травмированных и загибших. Однако летость сумная статистика снова начала повышаться. Прошлый год был в организационном плане интересен и, будем говорить так, результативен по-своему. Но с точки зрения показателей, конечно же, многие вопросы оставляют желать большего и лучшего. Почему? Потому что на карте жизнь человека. И вот анализируя многие случаи, которые происходят, не дай бог, со смертельным исходом и тяжелыми травмами, очень часто сталкиваемся с вопросами пренебрежениями правилами безопасного труда непосредственно самим пострадавшим. На вытворчасти летость загинул 21 человек. Для поравнания у 2014-м – 15. При этом каждый третий находился у стане алкогольного опьянения. Подчас семинара означается, что необходимо повысить роль у керовника предприемства, те организации, устворение беспечных умов працы. А лишь ни один контролюющий орган не сможет досягнуть поспеху, поколь каждый работник не будет память про особистую отказность за свое життя. Мы, в принципе, все знаем о принятии директивы номер один президента Республики Беларусь в новой редакции. В этом документе конкретизированы требования как к нанимателям, так и к работающим, к работникам, касающиеся соблюдения требований охраны труда. Поэтому, естественно, усилия будут направлены, опять же, на исключение эксплуатации и технически несправного оборудования и соблюдение всех элементарных требований по охране труда работающими. Дмитрий Котов, Валерий Гапанько, телерадиокомпания «Гомель». Бойная гандлёвая предприемства «Гомельщины» готовая продоставить индивидуальным предпринимателям беларусские выробы по цене завода у вытворцау. При этом, якость продукции обовязково подтверждается сертификатами. Правда, пакуль скорыстаться гэтыми послугами спешаются не усе ИП. Что стремливает процессу взаимовыгодного супрацовництва, ведая Олег Синцерову. Спецоператоров, которые могут работать с малым бизнесом, Гомельский Абро Воконкам визначил еще в соковеке 2014 года. У него включили шесть буйных гандлёвых предприемств и акционерных товаристов. По особенности, тут можно набить любой товар, от выработки легкой промоцовости до обсталивания господарчика призначения. За минулий час оптовые операторы набили довольно значный опыт по сопрацовницам, как с поставщиками, так и с предпринимальниками. При желании необходимую информацию о почве могут отримать даже по телефону и интернету. Правда, большинство, ожидающих набить сертификованный товар, отдают перевагу особистому наведыванию складских помешканий и демонстрационных залов. Только за минулий год оптовые структуры отгрузили субъектам малого бизнеса товару больше на 300 миллиардов рублей. Сегодня тут чекают активизации супрацовництва, хоть и не утуевают стремливающие факторы. Так само есть. По-первых, дизайн некоторых выработал явно заступает замежным аналогом. По-другому – кошт. Предприниматели оживились. Они подходят, да, спрашивают товар, но сдерживают цены, потому что накрутить, вернее, сделать торговую надбавку, как у них была раньше, они уже не могут. И здесь получается, что ценовой фактор самый основополагающий. Меж тем, оптовые операторы «Перконаны» поставки сертификованных нехорошевых товаров отчинной и замежной вытворности индивидуальным предпринимателям справа перспективная и приводить выники минулого года, когда для ИП были проведены некоги кермашов по продаже товара до школьного сезона, по реализации продукции концерна «Белл-Лехпрам» и ее замежных аналогов, а так само товару до Роства и Нового года. Как выник, колькость заключенных договоров досягнула амаль двух с половой тысяч. У «Абровоконками» навод разглядели варианты додаткового кредитоватия оптовых операторов для набытя импортной продукции, але у совести с тем, что ИП с такими просьбами не звертались, необходности у таких кредитных ресурсов не возникло. То есть на сегодня готова оптовая база работать по завозу для непосредственно предпринимателей, только дайте заказ, определитесь и, соответственно, будет по направлению завозить. Олег Сентюров, Валерий Капанько, Телер, радует компания «Гомель». Протягиваем выпуск. Молодым семьям стало простей погасить кредит на будовництво альбона «Бытье жилья». Додатковую подтримку теперь гарантует указ номер 503. Об яких суммах и договорка, кто можно их различовать и при яких умовах. День и указа на прикладе расслумачить Ганна Ковалева. Для семьи Мазуркевича укупленного дома была подобна наказку. После 13-ти годов вандрования в паздымных квартирах, нарыште у них з'явился соправдный семейный очаг. Правда, наступные 20-ть годов за его треба было выплачивать кредит. На той момент у семейной пары был один сын. И молодые люди были упевнены, что выплата великой суммы им по силах. С часом вырешили завести еще одну дитя. И тут лёс поднес двойный подарунок. В год кем часе Людмила доведалась, что у ее будет двойня. Когда вот так получилось, что у нас должна была родиться двойня, очень страшно было. Потому что все-таки в декретном отпуске нет возможности зарабатывать и оплачивать этот кредит. А оплатить-то его в любом случае нужно было, потому что мы обязательства перед банком взяли. Семейная пара вирішила звернуться в банк с просьбой припинить оплату кредиту на час декретного отпочинку. Там Мазуркевичам и подказали об новом указе президента, який гарантует молодым семьям поддержку по гашине жильевого кредиту. Её наступил в силу с початку этого года и уже за первый месяц ягодения у Гомеля Маль 50 молодых семей отримали финансовую допомогу. Самое главное условие состоять на учёте нуждающихся. В улучшении жилищных условиях именно с семьёй. То есть не одному человеку, а именно муж, жена, либо мама и ребёнок зарегистрироваться в это жилое помещение, иметь эту собственность, нельгодный кредит. Если эти условия все совпадают, вы можете обратиться в одно окно, в горысполкома, советская 16, и подать документы. Сумма допомоги залежит от колькости детей. Когда у семьи выховывается одно дитя, потрымка складе 40 бюджетов прожиточного минимума, а это больше 60 миллионов рублей. Семьи с двума детьми можно различивать на 80 бюджетов с трыма на 100. Да раньше такая потрымка оказывалась ирония, однако эти суммы были удвоя ниже. Если размер допомоги совпадает за остатком по кредите, то запозиченность гасится полностью и сразу. Если сумма меньше, то и она разбивается на ровные доли и выплачивается поступово, каждый месяц, до конца кредитного термина. Миллионов 20 мы выплатили, остальное оставалось. Нам горысполком и государство выделило 235 миллионов. То есть наш кредит, который мы брали, закрывают полностью. До конца лютого я не повинны были бы нести черговый платеж, по мер якуга дарыча больше, как 3 миллионы. Але у пешыню за опошние годы. Эти гроши застанутся в семейном бюджете. Людмила с мужем уже вырошили, что потратить их на детячие приналежности и цацки для двойняток Даши и Богдана. Ганна Ковалева, Игорь Марышченко, телерадио компания «Гомель». На протягу шерогу годов у «Гомеля» назиралася устойливая тенденция до знижения подлетковой злочинности. Однако у 2014 ситуация изменилась. Узровень правопорушений, уздейсненных неполнолетними, узрос больше, как на 50%. Рост означался и в минувом ходе. С початку 2016-го у областных центра почала працавать специальная группа, якую складают представники комиссии по справах неполнолетних, сферы эдукации, прокуратуры и инших службов. Два разы на месяц комиссия наведывая предприемства города и проводится встреча с батьками подлетков. Чарговая размова отбылась у коллективе «Гар-электротранспорту». Специалисты звернули увагу на пытанні семейного недобробыту, травматизму и гибели дятей. На сёне у «Гомеля» 705 подлетков знаходятся у социально небезпечным становищи. До инших тем. Гомельчанка Юлия Цалкова вяжа крючком и спицами разнастаянные ляльки дыцацки. У вязаной коллекции, пальчиковые театры вядомых казок, рукавицы с выявами закаханных, ирландские шали, навод вёска оленеводаў. С майстром-рамесником сустреўся Яуген Пабалавец. Вязать крючком и спицами Юлия навучила мати. Сями годов девчина здявляя родных своим майстырством. У вязаной коллекции цацки для развития дятей и их дробной моторыки, пальчиковые театры, аксессуары и навод вязаная полношная вёска. Пошиналася она злялишных оленев, до яких муж Юлии пропоновал зрабить оленеводов. Теперь у меня эта идея с оленеводами выросла до больших размеров. Теперь у меня к ним есть чумы, сани. Вот. Такие. Есть шаманы. То есть, видите, Новый год закончился, а у меня ещё продолжается. Это уже третья деревня в этом году. На одной из выстав талент гомельчанки оценили россияне и зарабили заказ на некольки десятков тыгров и леопарду для презентации мультфильма. Працовали над заказом месяц. Пришлось притягивать до працы навод сябровок ромесниц. Потом с Москвы заказали целую футбольную лигу с судьями, вратарами и гульцами. Працовали сутки напролёт. Для души Юлия часто выконывая просьбы и своих родных. Сын попросил Мишку, а муж – сову. Такую, як на полноши. Видели вживую полярную сову на Кольском полуострове. Как-то ехали на машине, прям перелетала через дорогу, возле машины пролетела полярная сова большая. Как-то вот очень понравилась она. И как-то попросила жену, чтобы связала. Ну, пришла такая идея во время поездки. Ну вот, одна из любимых игрушек, можно сказать. Любовь до полноши у семьи с детинства. У Владислава там бавил час у бабули подчас каникулам. Зараз у летку разом с сыном робят сплавы по рыках на лодках. Тому так шмат сацак, что нагадываюсь про полнош. Там шукаюць натхнення. Вертаюцца дадому и знов за работу. Для того, как зарабіць, например, вот такую цацку, как это у нас будет турист, необходимо не так-то шмат. Спицы, крючок, нитки. И натуральная фантазия майстерства автора. Зараз Юля допрацовывая фигурку туриста. Это будет саправдный бард с гитарой и у фирменным свитеры. Презентуя его майстер-рамесник на приконце лютого на выставе у Гомеле. Явген Пабалавец, Михаил Рабков, телерадиокампания «Гомель». Спартсмены с Гомельской области уже завоевали 17 лицензий на уделу летних олимпийских гульнях 2016 года у Рыа-де-Жанейра. Об этом поведомили подчас коллеги управления спорту и туризму Гомельского облаканкама. На посядженні подвяли выники минулого года. Вырашали, як будуть працаваць сёліта. А так само отзначали лепших спортсменов и трэнераў. 2015 год перед олимпийске. Тому видовочна, што оцэніваць работу, трэба па колькасті ўжо отрыманых путцёва Курэ. Спартсмены Гомельской області добавили ў Скарбонку краіны 17 лицензий. Больш толькі ў працавніков століцы. Пропускі на олимпийскі гульны завоеваны ў шасті видах спорту. Десяць належать працавнікам академічнага віславання і віславання на байдарках і каноя. Тры легка атлетам, два тяжка атлетам. Па адною плаванні і велоспорте. Яшчэ шэрах лицензій плануюцца атрымаць ў бягучым годзе. Кандыдатамі на ўделу летніх гульнях зараз з'являюцца больш як сорок спортсменов. Дарэчу, другое місце ў нашага регіона і па колькасті завоеваных на міжнародных спаборніствах ў Знагород. С чемпіонатаў і Кубкаў Європы і Свету гомельскіе спортсмены привезли ў 2015-м 155 медалёў. 104 зі іх здабыта ў олімпійських відах. Гаварыли не толькі пра спорт высокіх дысягнэньо. Трэба думаць на перспіктыву. Выхаванні резерву залог будучых пірамох. І тут ёсць над шым працаваць. Гэта і умацаванні матеріально-технічной базы дітячых спортывных школ. І повышэння кваліфікацій трэнэрскага составу. І тут асабліва ёвага не буйным гарадам. Мы будем ставить сьогодні приоритеты. Мы будем сьогодні ставить непосредственно на регіоны, на сельскі школы. І будем максимально делайсо, щоб база там матеріально укріплялась, і щоб спеціалісты туда приходили. Ну і для того, щоб календарь спортмераприятий был у ребят полон, для того, щоб они могли максимально принимать участье в тех стартах, которые запланированы. Во выніках 2015-го года лепшай командой країны признали жаночую байдарку-чатвёрку у складі Вольги Худзенка, Маргариты Махнева і Надія Ляпешка і Марыны Литвінчук. Завчаты завоевали золото на чемпіонаті світу у Мілані на дистанції 500 метрів. Яны присутнічали на урочистой церемоні, під час якой спортсменам і тренерам уручали стипенды і премії Гомельська Габл в Аконкама. Год был поспяховым, однак про былые перемоги ніхто не думая. Напереді головная мета – олимпійські гульні. Планы – це, конечно же, олимпійські ігры. Ведём именно подготовку к ним, поэтому будем стараться. Ну, работу проделаем, а как работа эта вылезся в результат, уже будет видно там. Поэтому работаем, стараемся. Летні олимпійські гульні пройдуть у Реаде Жанейро у Жнівні. Будем спадзяваться, што у представніков нашого регіона отримається подняться на п'ядыстал гонору. Утым лікує на вишейшую приступку. Тым більшто подставы для гетага йось. Максим Савін, Ігор Марышенко, Телерадео Кампанія Гомель. Новини регіона, інформацію об проєктах Телерадео Кампанії Гомель вы можете знасти на нашім сайті у інтернеті. По адресі www.tvrgomel.by І на гэтым выпуск завершений. У студій працювала Наталія Ігнатєнка. Я і мої колеги жідаєм вам у далага вечора. До нових сустріч у ефірі. Телерадео Кампанія Гомель